Если вы с вами на уроке познакомились с теорией, то я с вами познакомлю вас с практикой. Что вы скупите, расскажите о праве, что такое храм, что у них из себя не уместить. Потому что, скорее всего, через несколько уроков мы с вами посетим храм, и чтобы вы уже знали, как Сургова вести и как правильно обладать мужики. Я постараюсь, чтобы вы тоже были здоровы, умны и красивы, чтобы мы с вами вместе общались, немножко объясняли. Может, где-то вы мне подскажете, чего я не знаю. Давайте сразу определимся, как кто понимает, что такое храм. Какие бывают храмы, как вы думаете. Ну, давайте, посмелись сразу, зачем общаться с вами. Что такое храм? Кто смелый, можно сказать? Хорошо. Кому мы туда приходим? К Богу. К Богу. А Богу, он только лишь в храме? Может быть, дома можно к нему помолиться, святому Городичу? А почему тогда в храм мы идем? В храме. В храме. Замолите грехи. Покаяться с грехов. Ну, замолить тоже такой интересный термин. Вот смотрите, мои родные. Мы понимаем, что храм – это дом Божий. Сугубое место. Мы же, если в Бареи, мы же идем в больницу. Это же сугубое место, где есть врачи, специалисты. Там у нас правильное место назначение назначат. Правильно? Вот. Так и здесь. Если мы что-то нарушили или противозаконно, есть полиция, конкретное здание, там даже тюрьма, да? То вот храм – это сугубое место, где пребывает Господь. Почему мы так можем утверждать? Потому что он сам сказал, где двое или трое во имя мое, там и я посредил. Ну, это не просто так, что он посредил. А был такой в Ветхом Завете человек, его звали Моисей. Слышали такого? Да. Он еще людей вывел из Египта, из рабства. И Господь, когда Он вошел на Синай-гору, Он там ему дал заповеди, как нам нужно жить. Знаете заповеди, какие есть? Ну, сразу вы можете сказать, не укради их, не предавай и тому подобное. Не убери, да. Вот эти десять заповедей Господь ему дал. Но помимо этих десяти, еще огромный свод ему законов дал. И в том числе, как сделать скинь. Скинь – это первый храм был. И вот по примеру этой скинь, я немножко вам тут помулякаю, был сделан храм. То есть это был основной двор, в котором был жертвенник, на котором были жертвоприношения и основное здание, не здание, но шатер, скажем так, скинь. Почему шатер? Потому что это не было каких-то больших строительных материалов. Это был шатер, натянутый тканями. Но он также делился на две части. Вот в этой храмовой части был отделен завесой, и здесь находился ковчег. А что за ковчег? Знаете? Именно ковчег, ну как? Ну, ковчег – это корабль. Почти. Почти. Ну, я вот очень, так скажем так, наглядно нарисую. Ковчег – это вот такой, скажем так, саквояж, если вот, может быть, вот примерно вот такого размера был. С крышкой, ну, я попытался ангелов нарисовать, ну, так, как в детском саду. Ну, вот это как бы два ангела. В этом ковчеге лежали, скрижали, то есть две досточки такие, на которых были написаны заповеди, которые Господь дал Моисею, как нам жить. И вот эти скрижали лежали в этом ковчеге. А этот ковчег находился в последней части этой скинии, святая святых называлась. И в эту святая святых только раз в году мог заходить первосвященник. То есть главный, как вот наш патриарх, можно сказать, только каждый год он мог входить один только по очереди. Вот, то есть мы не из головы взяли храм, вот захотели построить, то есть есть фундамент, основание, откуда мы это взяли. А со временем уже храм стал преобразовываться по образу этой скини, стал делаться базиркообразным, то есть вот такой, как бы, дом со сводами, только очень длинный такой. Потом у нас появился крестообразный храм, крестообразный. То есть здесь также алтарь, где вот подобие святая святых. Вообще мы сейчас расскажем, как храм делится и почему он так делится, мы с вами поговорим. Ну, потом купол появился, кресто, купольный. То есть разная архитектура есть. Мы поговорим с вами и о куполах. Вот. Но нужно сказать, очень несколько вещей важных. Возьмем храм, вот это первая часть, вторая часть и третья часть. Храм делится на три части. Кто знает, вот где батюшки находятся у престола, как называется эта часть? Валя, которая сейчас снимает трансляцию в прямую, храм, который посмотрят более десяти тысяч человек. Так что вы ведите себя хорошо, всегда не балуйтесь, будьте активны. Вот, будут тоже вместе с вами где-то учиться, кто не знает, как распределяется храм. Алтарь мы знаем, здесь еще престол, около этого престола, но по центру престол стоит в алтаре, стоят священники и совершают божественную литургию. На престоле притворяются из хлеба проспоры, да, освященные в тело и вино баки в кровь. То есть, Господь сказал, творите си воспоминания Моего. Вторая часть называется храмовая, то есть серединка, такая храмовая часть. Ну, назовем храмовая часть. А первая называется, ну, вряд ли будете знать, поэтому я ему сразу напишу притвор. Ну, почему же у нас не может быть, ну, понятно, бачки там стоят. Мы еще потом с вами посмотрим, что вот это, чем отделяется алтарь от храмового притвора. В храме стоят все, которые уже крещены, ну, это как правильное рассказство. А в притворе раньше стояли те, которые готовились к крещению. Их назвали все оглашенные. Во время службы выходил якон, и сейчас, в том числе, как бы, это молительные, как бы, возгласы остались, но сейчас, как бы, этого уже, ну, не делается. Ну, мы ведем беседу, порой, не одну, называется негласительный, перед, чтобы человек как стал православным христианином, чтобы он понимал, что такое православие, как правильно в нем жить. Вот в притворе стояли оглашенные, когда выходил якон, говорит, оглашенные и святители, то есть, можете уже уйти. И потом затворялись ворота храма, двери храма, и оставались только верные, которые крещеные, воцерковленные, уже такие, скажем так, которые живут уже правильно в Боге и с Богом. Вот три части храма у нас. Остальное можно уже по факту, когда вы придете в храм, на экскурсию, мы многое что еще посмотрим. Ну, вот основные три части храма есть, которая отделяется иконостасом, в переводе с гречью, как стена с образами. Там тоже очень бывает интересно, что рассказать, можно целый урок, можно этому посвятить. Несколько ярусов, праздников, праздники, почему тот или иной святой изображенный иконостаси. Ну, самое главное, мы поняли, что храм делится на две части. Ну, вот скажите, церковь это кто или что? Ну, как вы думаете? Ну, церковь что или кто? Да, ну, как думаешь? Кто или что? Вот смотрите. В общем, так кто или что? А кто тогда это кто? Бог Личность, безусловно. Он глава церкви, я вам подскажу. Ну, хорошо, если Господь глава, то тело, организм это кто? О ком заботится Господь? О людях. О людях, все правильно. Есть церковь земная, есть церковь небесная. Я вам объясню, немножко растолкую. Церковь кто? Это мы с вами. Объединенным Богом, священным началием, таинствами. То есть, не просто мы захотели, стали православными, по-щущему, убили. Мы готовились к этому. У нас есть крестные родители, которые достойно должны нас воспитывать и правильно научить, как себя вести, в том числе в храме. Ну, если они, говорит, сделали, значит, буду помогать им я. Вот. И церковь кто? Когда мы заходим в церковь, что? В принципе, никому не нужно будет, если не будет церковь кто? Ну, вот как вы правильно сказали, мы в церковь приходим, храм, собор, разные бывают архитектуры, по величине, маленький храм, огромный, величественный. Мы приходим для спасения своей души. Потому что только в храме могут совершаться главные таинства. Ну, я не беру исключительные моменты, когда там человек при смерти или какой-то летальный момент такой, да? А если это нормально, как это положено, он же приходит, приносит деточку крестить, в храм приносит. Он приходит венчаться в Боге, сочетаться супруг и супруга, чтобы их брак был негреховный. Потому что то, что Господь благословляет, человек да не разлучит, как мы читаем во время венчания. И вот церковь, кто нужна для церкви, что? Еще святые отцы, церковь что, вернее, церковь кто? Я уже попутался. Почему мы идем еще в храм? Как святые отцы говорят, это тихое пристанище измученному миру. Ну, согласитесь со мной, вот когда мы вне храма, у нас столько дел, забота, друзья, подруги, учеба. И можно много-много-много всего перечислять, правильно? Когда мы приходим в храм, для нас мирская жизнь на секунду отступает. Вот он я, вот он Господь, вот мне лечь на душе где-то становится. То есть, это тот момент, когда в храме для нас земная жизнь на секундочку замирает. И мы можем поддержать свою душу. Ну, давайте еще что нужно по храму сказать. Как внести себя в храме? Если мы заходим на территорию, допустим, храма, допустим, что это уже храм, как наш, да? Мы можем потом нарисовать его по-другому. На территорию храма, то есть мы уже пришли. Вот, к примеру, вы зашли во двор с какому-то начальнику. Вы же уже себя достойно ведете? А за забором могли еще там высморкать, еще что-то взять. Но к нему уже во двор вы зашли с уважением, правильно? Так и здесь, зайдя на территорию храма, вы уже перекрестились, как православные христиане, и поклонились. То есть храм ушел с уважением, с любовью к тебе, Господи. Заходим в храм, если это мальчик, обязательно снимает фуражку там, шапочку, в чем он был, может быть холодно, сейчас уже прохладно. И если эта девочка одевает платочек, почему платочек одевает? Знаете, и мальчик снимает белую уборку. Вот давайте вспомним. Раньше колец не было, загсов не было, и вся жизнь проходила в храме. Венчание, уже вот ты венчался, все это твоя семья, это брак, и никто уже не подойдет. И девочки одевали платочки, в знак того, что они замужем. Колечек не было, они одевали платочек, что она замужем. Девочки поменьше одевали ленточку такую, что она еще не замужем, но она вот уже на благовейно относится как минимум к своему отцу, который над ней стоит. То есть это такое проявление, можно сказать, пафорства. Сейчас храм, только сейчас храм одевает платочки. Ну почему, если сейчас уже все подряд платочек не носят, сейчас уже кольца в ЗАГСе. Почему же сейчас одевают платочек в храм, как вы думаете? Не уважение. Уважение Богу. То есть мы приходим в знак благовения, мы покрываем девочке головы, а мальчики наоборот снимают голову бору, чтобы поклониться Господу служащим. Вот. Вот это первый момент. Внешне. Девочки должны одеты, как девочки быть, в юбочках. Если у вас нет, допустим, в юбочке дома, в принципе, сейчас уже это не столь страшно. Почему? Потому что в каждом храме есть такие, как сарафанчики, которые ты можешь одеть и обвязаться сверху штанишек. Потому что все-таки девочка, она должна быть девочкой. А штанишки это все-таки более мужская одежда. Хотя есть одежда, именно штанишки и для женского покрова. То есть мальчик уже не оденет такие штанишки. Но тем не менее, юбочка, она стройнита. Она ничего ненужного не выделяет. Она очень подчеркивает благородство девочки. А мужчина, он не в шортах приходит. Хотя, нужно сказать, что вот, когда заезжаем по пути, когда еду в Краснодар, есть монастырь замечательный, в подворье Тихвинской иконы Божьей Матери. И там мужчины, если в каких-то шортах, им тоже дают, завяжитесь, пожалуйста. Чтобы оголенные у вас ноги не были, чтобы благородно выглядели. Когда мальчик с девочкой начинают встречаться, как они одеваются, как они за собой ухаживают. Самое лучшее. Что-то, вон, как оно, я сейчас так, 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 вот, тебе понравилось. Или же мать, я сейчас костюм одену, варжи становятся, правильно? Почему мы, если для друг друга готовы так слабо потрудиться, неужели мы для Бога, который выше всех начальников, выше всех гиректоров, раз мы для него лучшее не одеваем, меня так и воспитывали. Сыночек, завтра идем в храм, одевать самое лучшее, что у тебя есть. Пошу, идем к кому встретиться. Поэтому в храм нужно лучшее. И ведем, естественно, мы себя воспитанно, как минимум, благородно. Что бы ни сказали, в том числе, как же вы себя ведете. Неужели у вас нету крестных родителей, папы, мамы, что вы себя ведете так недостойно. Но мы и вне храма, нужно подчеркнуть, что должны себя воспитанно вести. Это лицо не только наше, и наших родителей, и в том числе и учителей, которые не только нам дают Бога знания, один плюс один, условно выражаясь, а в том числе и свою душу нам дают, воспитывая и любя. Я еще ни одной учительницы, слава Богу, не встретил, или учителя, который безразлично бы относился к своим ученикам. Не встретил. Может быть, есть такие, прости, Господи, но все... Просто сбросил, например, все. Вот, поэтому мы в том числе, как попросить, так и поблагодарить. Мы просим, дай, Господи, знай, ну вот если учебу говорю, да, что я перед всеми экзаменами не молюсь. Вот даже по своему опыту, я вам скажу, но это личный опыт. Я вот два раза не зашел в правду, помолился, чисто на себя пододелся и двойки сплотал. А когда молился, всегда минимум тройки. Ну, ну и больше не волчу, думать, тройки плачь, как что ли. Ну, это минимум, но уже двойки не было. Бывает, просто не успеваешь, люди работают и тому подобное. У меня на сегодняшний день не буду хвалиться, но опять образовали уже. Вот, о храме. Что нам еще нужно знать? В храме есть иконы. Некоторые иноверцы говорят, что мы и до поклонники. Что мы кланимся иконам, мы их целуем. Но давайте немножко разделим эти понятия. И до поклонничества, и поклонения. Служения и поклонения. Давайте немножко, этот розык в такой момент, я вижу, ноги нахмурились. Но давайте подумаем. Вот смотрите. Возьмем такую ситуацию. Что такое фотография, все знают? Ну, вот представьте, вы уехали в лагерь. Ну, пусть месяц, чтобы успеть соскучиться. За папой, мамой. За знакомиться. Вот фотография мамочки, папочки. И, ой, мама уже плачет, соскучились там. Так капает капельки слез. Мамочка моя, любимая, скоро я приеду уже. Набрали, пообщались с ней. Вы и до поклонники, вы подклоняетесь фотографии? Нет. Вы видите здесь свою мамочку, она у вас здесь, память ее в сердце. И ваши мысли, не конкретно здесь, вы здесь все увидели, но она там, она любит и ждет вас. Правильно? Да. Так и с иконами также. Мы смотрим на, допустим, ну на крест. Это тоже образ. Мы смотрим на крест. Кому увидим? Господа. Вот здесь Господь. Нет. Это нам напоминание, что Господь так нас возлюбил, что пошел на крестные страдания ради каждого из нас. Искупить грехи. И мы целуем, допустим, крест, мы обращаемся к тому, кто не здесь в первую очередь, а на небесах. Святые, с Богом на небесах. То есть это нам напоминание, как фотография. Мамочка там, но целуем мы здесь. Поэтому если, к примеру, на иконочке выцелал образ и ничего не видно, это для нас уже незначимо. Мы это благовидно сжигаем, пепелочек, не попирая место в какую-то прикалкиваем, или в речечку пепелочек. А если бы мы были и допоклонниками, то для нас Бог бы был вот это. Понимаете? И кто изображен на нем? Вот на небесах. А именно это. Вспомните, когда князь Владимир упразднял естечество после крещения Руси, и стали истуканов срубывать и не прокидать, то что происходило? Люди бежали за этими столбами и кричали, вылазь, пока не утонул. То есть они в этом столбе Бога видели. Они ему говорят, вылазь, чувствуете разницу? Вот там Бог или все, что там Бог? Но давайте мы с вами немножко затронули, что мы, заходя на территорию храма, или же в самом храме, мы крестимся. А зачем мы крестимся? Что такое крестное знамение? Зачем мы это делаем? Ну, как у нас бедерочник или двойник? Ты бедочник? Ну, скажи, зачем? Для того, чтобы... Ну, может быть, это уважение. Вот, смотри, иди-ка мне порадует. Смотрите. Как, допустим, мальчики здороваются? Или взрослые люди, мужчины. Как здороваются? Вот так здороваются. Подает вот так. Видишь, у меня ни ножа, ни кармин. Все, я так же вижу, что у тебя ничего нет. Так. Как здороваются со священником? Знаете, как минимум. Мне поклон, в первую очередь, мы Богу. Мы Богу поклоняемся и служим. Священник, это не Бог. У него есть грехи, простудки какие-то, но Господь дал священнику ту власть, еще от апостола, от учеников Христа, чтобы мы могли совершать многие таинства и в том числе бороться с всякой нечисткой духовной. Мы складываем вот так руки, как просим, и священник складывает вот так пальцы. Потом я скажу, как мы крестимся. Это церковно-славянский язык. И, буква С, Иисус, Х, и здесь Р, Иисус, Христос. И батюшка благословитель, батюшка благословляет во имя Отца и Сына и Святого Духа. Именем Божьим благословит. А нет, я такой хороший, вы тебе благословите. Нет, батюшка служит Богу, а не сам над кем-то. Господь может того или иного человека, в том числе и священника, и во временем, если он будет жить в Боге и для Бога, сделать святым. Так же, как спортсмен начинает килограмм, допустим, на бицепт брать, а потом 200 килограмм уже, но начинал он с килограмма, так и святая жизнь мы начинаем с малого и получаем многое, если к этому. Так же, мы совершили один маленький проступок, если мы не поняли, что это плохо. Ну, к примеру, да, в школе мы, я о крестном зновидении там скажу, расскажу, я не забыл за них, просто по ходу дела. Если, допустим, мы в школе, для нас норма была, карандаш у кого-то с перейс, резинку беспросовую, что будет человеком, когда для него это будет нормой, и он вырастет? Кем он станет? Бандитом, вором станет. Почему? Потому что для него всегда это зло было нормой. И для него, как взрослый, как маленький, а почему бы и нет? То есть в одном маленьком грехе мы оступились, нужно признать свою ошибку, извиниться, перед Богом покаяться, прости Господи, так нельзя делать. И тогда ты отсек этот грех и начал жизнь с новой листа. Но для того, чтобы мы имели эти силы, мы подходим к тому же, той же сам, допустим, иконе Спасителя, и говорим, Господи, помоги мне, пожалуйста, хорошо учиться, пусть у моих родителей у меня будет крепкое здоровье, мы просим. И крестимся. Мы складываем три пальчика вот так, это троица. Отец, Сын и Дух Святой. Это троица. Два пальчика этих прячутся, можно сказать так. Я деточкам говорю, это как цыпленочек, цепута вот. Который, ну посадись, может, вот, как так, щипается. А эти два пальчика две природы Христа. Он и Бог, и Матчеловечество пришел на эту землю, чтобы показать, что те, которые заповеди были даны Морисею, вы уже просто довели до сумасшествия. Как это понять? Вспомните. Есть такая заповедь четвертая. Шесть дней трудись, сотворив сиди лавник, седьмой день посвятив Богу, як и святость. То есть седьмой день у еврейского народа нельзя было много шагов сделать. Какие... То есть... Просто согрешить даже в этот день. Нельзя было какие-то там... Допустим, кушать, готовить, если нужно там... Ну кого-нибудь, курицу там зарезать, чтобы кушать тоже нельзя. К примеру, Господь исцеляет человека слепого в субботу. И на него набрасываются эти верующие того времени. Ты что делаешь? Ты зачем его в субботу исцелил? Другого, который парализован был, но он говорит, встань, возьми отрасль, то есть в постель и ходи. Тоже в субботу. Ты говоришь, что делаешь? Ты зачем его исцелил? То есть не ранний. Слава тебе, Господи! Он много лет слепой был и не мог ходить один в другой, и ты его исцелил. А ты зачем это делаешь? Чувствуйте разницу. И Господь говорит, человек для субботы. То есть не человек ради субботы должен жить, он ради Бога должен жить, а суббота для человека. То есть суббота не может быть выше человека, потому что человек – это творение Божие, венец всего видимого и невидимого. Есть невидимый мир, ангелы, бесы, есть видимые животные и тому подобное, и над всеми это человек. Поэтому мы приходим где-то попросить у Бога, где-то поблагодарить. Может сразу возник вопрос, больший, но если Бог есть, почему происходят в жизни какие-то несправедливости, войны, больные дети, одноклассник меня замучил уже, пинает, добежает и что-то подобное. Если Господь всех любит, почему же так происходит? Могут возникнуть такие мысли? Могут. А давайте теперь порассуждать. Хочет ли Господь воин убийств? Нет. Он ли заставляет их делать? Нет. Одноклассника, гергай за хвостик, пинает, там еще как-то, он заставляет? Нет. Нет. А почему же мы это делаем тогда? Почему мы вместо доброго делаем злое? Даже апостол Павел сказал, что нужно доброе, не делая, что не нужно злое твое юб, то есть оступать. Почему? Ну, воины случаются ради завоевантирования. Больших территорий, как бы, доказать, что сильнее всех. Ради в Марсе, да, еще что-то. А одноклассники бьют, чтобы доказать сильнее, самые сильные в классе? То есть, большая степень из-за греха. Если воины мы берем, из-за того, чтобы наживиться, грех, вместо того, чтобы поделиться. Вот поделиться, сделать доброе дело, это не грех, это очень нужно, как для нас, так и для Бога. Допустим, с одноклассником, это слабость. Он не может знаниями показать свою силу, чтобы его на дотку почета в школе повесили. Посмотрите, какой сильный умом человек, на котором мы должны равняться. Он пытается силой заработать, но на каждую силу есть еще сильнее. На первоклассника, обижающего с одноклассником, есть десятиклассник. Да? А на десятиклассника есть родители и тому подобное. То есть, на каждой, на каждый шкаф найдется больше шкафа. Вот. Но все-таки, почему это происходит? Почему человек не делает только добро и обвиняет в каком-то зле мира Бога? А я вам скажу, почему. Потому что Господь человеку дал свободу выбора. Идти в школу или прогулять ее, выучить уроки или полентяне четыре пленка. Мы должны держаться, потому что многие держатся за нас. Но чтобы нам научиться держаться, мы научиться должны молиться с Богом. Обращаться к Божьей Мамочи, к святым, к своему небесному покровителю, который все-таки снялся Константином. Я включен в честь императора, равнопостных императора Константина Великого. Я молюсь как Богу, Божьей Матери, так и небесному покровителю. Потому что Он прижимен. В честь Его не окрестили, не дали крещеное имя в честь Его. Вот тебя как зовут? Крестина. Но вот святой Крестины нет, а есть Христина, но очень выдающийся святая, которая очень много потрудилась. И у каждого вас есть, кто крещен свой небесный покровителю. Но сугубо мы ему можем пообщаться с ним в храме. Поэтому храм нужен для нас. Это нам плохо и хорошо. Ведь когда допустим я дал конфету, что мне скажут, если здесь что-то есть? Что скажут? Спасибо. Спасибо. Это сокращенное спасибо. Мы все хотим спасения души. А как мы можем обрести спасение души, если мы ничего не будем делать. Иоанн Богослов, ученик Христа, сказал, что вера без добрых дел мертва есть. Если у нас нет веры, значит, мы не живем добродетель, мы живем только дайте мне, я получу все вокруг меня. а сам Господь сказал, что без веры невозможно выйти Богу. То есть невозможно сказать, мама, я тебя люблю, если ты делаешь противоположное. Не слушайся ее, уходишь без ее разрешения, грубишь ей. Разве это проявление людей? Нет. То есть это противоположность. Вот давайте такую маленькую с вами игру. Вот у нас так станут. Три коров. коров. Ну, как вы видите, я не художник, поэтому что-то типа трикарно. Я сейчас все 3D сделаю сейчас. Вот теперь больше похоже на коровки. Вот вот давай. Три коровки. Пусть будет первая, вторая и третья. Три коровки. Что вы хотите получить материально на день рождения, на какой-то праздник? Ну-ка, быстренько. Кто что хочет? Иксбокс она надо. Что сидит и за бокс? Я шучу. Ну, пусть иксбокс. Гантель. Гантель. Спортсмен конфунул. Красавец. Что ты хотела получить как подарок? Час. Тебе все есть в жизни? Момочка, я рад искренне за тебя. Ты счастлива? Момочка, ну, по лицу не скажешь. Кто еще что бы хотел получить? У всех все есть? Молодцы. Ваши родители помнят, что вам все дают. Осталось теперь их благодарить за это. Ну, к примеру, ладно. У всех хотите у вас есть телефон. Представим, что вы хотите новый смартфон, пример. Там что у нас новый ? Айфон 550 020 Ну, пусть телефон, да? Главный приз у нас, грубо говоря, это телефон. Вот здесь у него, по-моему, кнопка, здесь мы не помним. Что-то кнопка Европы получилась, ну, ладно. Вот пример. Как вы думаете, какой из трех будет этот телефон? Первый, второй или третий? Третий. Третий. Давайте откроем, посмотрим, как она крышка откроется. Ну, назад пусть. Назад мы ее откинули, вот она крышка. Назад. Сейчас я посмотрю. Нет, нету здесь телефона. Какой думаете дальше? В первой? Второй. кто за первой? Один, два, три, четыре, четыре. Ну, по логике все во второй. Так получается? Смотрим. Вот я крышку открыл. Второй. Второй. Не видно. Нет. Первой. Пусть будет вот первой. Первой. А теперь немножко логику. Да, молодцы. Кто первый говорил, что по себе и другие поаплодируют. А теперь давайте посмотрим теперь вот этот приз, телефон, соотнесем с нашим предыдущим разговором. Если мы получили двойку, это беда? Да. Большая. Это возможность еще получить и стать умнее, а не беда. И учитель, когда ставит двойку, он не не любит вас. Он наоборот нам поставил двойку, чтобы вы исправили на пятерке и стали барашков. Не барашков, а гений. Мы допустим в первой группе не нашли телефон. Мы стали искать дальше. Мы исправили оценку, мы не опустили руки, мы пошли дальше к своей цели. Глупо говоря, мы будем в садике, в садик ненавижу, там дети кричат, письмятся. Нет, все будет хорошо, я пойду в школу, в школу пришел. Ну садик хочется. Да, мы вместе куда выходит детство. Пришел в школу, в школе опять одноклассники непонятно кто. учительница спортивного подобного. Нет, я в институт пойду. В институте мы нашли что хотели, мы профессию определились, да, тяжело, но как минимум мы уже на той ступени, когда только мы сейчас закончим учебу, мы сможем уже устроиться на работу и стать уже самостоятельным, потому что после учебы это уже совершеннолетие чаще всего, но мы руки нигде не опускали и это нельзя опустить, потому что как только мы сдались, мы в первую очередь себе не нужно но всегда нужно помнить, что мы нужны другим, опускать никогда не не случилось у тебя беда, не опускай руки, завтра будет лучше, завтра не лучше, после сдавтра будет лучше, и в любом случае Господь никого не оставляет. Ну давайте все-таки я одну притчу расскажу одну из своих любимых и вы зададите свои вопросы хорошо, подумайте какой вопрос хотели бы задать, по теме, не по теме, что вас на душе беспокоит, то и зададите. это моя очень любимая притча, я уже в другом заведении на ютубе я ее уже смонтировал, сделал, заходите, посмотрите. Значит, притча называется «Моряк». «Моряк» у одного человека была мечта, он хотел пересечь тихий океан, хорошая, плохая, но у каждого человека умного и красивого есть мечта. он выплыл из города, пропнул один, второй день и тут поднялся что? Его лодку перевернуло, разбило скалы, это уже была ночь и утром он проснулся на берегу. Лодка разбита, плавает незначительные остатки этой лодки, немножко провизии, то, что он с собой брал, плавает. Что делать? Отчаяться, нельзя, нужно ждать пока его найдут и спасут. Он несколько лет не плыл, не узнаю, что это за остров, потому что я никогда здесь не был, какой-то необитательный, но у меня все равно надежда у него есть. Так же как и на Господа в первую очередь надеемся, даже если никого рядом подержать нет, Господь никогда не остался. И вот проходит день, другой, неделя, почти месяц, провизии уже нету, он сразу из того останков корабля сделал себе домик небольшой, встал по острову искать себе провизию, какую-то пищу, бананы, макар, шучу, макар он еще туда не кушал. и вот в очередной раз возвращаясь с другого окраина острова он видит столб в небо поднимается дымом и он обрадовался наконец-таки меня шли там люди они сейчас разожгли костер мы сейчас с ними покушаем и домой поплывем он бежит к своему этому шалашу домику и у него шок он видит как горит его дом и он в отчаянии падает на песок плачет и говорит господи да что ж я такого сделал что ты меня оставил и даже здесь последнего кого меня лишил в чем же я согрешил потому что все наши проблемы от наших грехов вместо того чтобы жить в добром состоянии души мы часто делаем злы поэтому во всяком злых делах и нам достается боженька попускает из-за того что нас любит а из-за того что мы задумали что нельзя и не успел он сильно об этом порассуждать как слышит гудок и издалека начинает приближаться по рому и говорит как же вы меня нашли а мы увидели столб дыма который пирожок чтобы мы тебя как сос увидели поэтому не всегда когда в нашей жизни происходит какая-то тяжелая ситуация двойка кто-то обманул нас предал это это еще не самая последняя беда в нашей жизни не тяжелая ситуация будут к сожалению еще тяжелые ситуации но чем больше раскалывать в окне железо и потом его опускать в воду тем крепче оно становится следующие испытания даже если оно будет еще тяжелее мы сможем его и то пережить и перенести господь тяжелее не дает нам креста чем мы можем понести и вот тут момент чтобы вы поняли любит Господь нас или не любит вот смотрите когда лялечка не понимает что такое электричество пытается сунгнуть пальцы в розетку что мы делаем быстренько за шкир или как минимум по рукам как да мы раз она не поняла так она лялечка можно аккуратно ее убрать она все равно полезти ну к примеру можно защитно детей поставить да там еще тысячи были да вы умные сильно я не спорю ну представьте что дали мы по рукам к примеру мы что мы с одной стороны да ведь не нужно ну к примеру вот дали дали по рукам мы не любим ребенка своего мы захотели уберечь вот так и господь порой нам попускает какие-то проблемы чтобы уберечь от большой беды а не из-за того что нас не любят поэтому иногда должны задуматься если что-то произошло почему так произошло что я неправильно делаю как и почему я не живу как нужно жить что мне мешает может быть не нужный какой-то в кавычках друг который вместо того чтобы сказать мне не курить наоборот предлагает тебе что слабо что ли нет мне не слабо но у меня есть моски анимат патышка поэтому я убить свое здоровье не буду курить и пить тоже не буду и матом ругаться тоже не хочу почему потому что мат это молитва с лукавым а не с Богом молитва с Богом это от сердца а мат это уже скверное слое то есть сквер которая скверняет нас грязными делает нас внутри как минимум и когда для нас норма жить в этой скверне в грязи то и все остальное для нас становится нормой поэтому сквернословить матом ругаться тоже не нужно надо беречь свой культуру свой культуру язык ведь какой красивый у нас язык замечательный и когда приезжали студенты и молодежи со всего мира они изумлялись мне Господь сподобил я ездил в Сочи общался с молодежью буквально не так давно был с молодежью на фестивале общался изумительно умная молодежь я спрашиваю вы этого ждали увидеть в России нет мы вообще думаем что у вас медведи здесь бегают серьезно некоторые СМИ преподносят что мы дикие какие-то а мы увидели какая у вас высокая культура какие вы умные какие вы добрые мы в Европе такого иногда не видим хотя мы многие равняемся на Америку на Европу а Европа приезжает мы до вас не дотягиваем вот вам и закономерность потому что у нас есть культура у нас есть основа нашей культуры Бог храм наша вера вот что важно знать когда ты приходишь в храм что ты приходишь туда где твой есть фундамент храм семья это самое главное что у человека есть